Год России в Италии открылся на фоне работы Александра Дейнеки. Сейчас картина курского художника находится в Римском дворце выставок. Большая часть экспозиции представлена Третьей Ковкой и Курской картинной галереей имени Дейнеки. Александр Дейнеки – мастер советского модернизма, живопись, графика и даже мозаика знаменитого курянина. 17 работ, известных всему миру. В разное время они экспонировались в Америке, Нидерландах, Германии, Финляндии и Японии. И вот теперь Италия. Итальянцы смогли подобрать очень верный подход, экспедиционный подход и представить Дейнеку наилучшим образом. Я не могу сказать, что они применяли какие-то революционные методы. По-моему, та же самая Третьяковская галерея также использует те же самые технические приемы, но, знаете, вот это, наверное, особенности национального вкуса. Работа Дейнеки словно заморский цветок на римском ковре вечности. По сути, режимный художник, вышедший за пределы соцреализма, во многом близок южноевропейцам. При жизни Александр Дейнека дважды бывал в Италии. Третья поездка оказалась самой масштабной. Вообще-то первая выставка монографического плана Дейнеки за рубежом. Он присутствовал в составе других выставок, в частности, наши работы. Мы выезжали на Венецианскую биеннале неоднократно, о чем мы говорили, но вот в таком количестве, в таком масштабе и, собственно, самостоятельно. Это в первый раз. Выставка Дейнеки в Риме, без сомнения, событие историческое. Дмитрий Медведев и Сильвия Берлускони открывали год России в Италии на фоне работ курского художника. На фоне наших работ, да, вот такие важные международные события мы могли наблюдать. Это чрезвычайно приятно. Я считаю, что это престижно. И все мы должны осознавать важность вот этого события, которое определяет вообще положение, в частности, России, за рубежом. Кстати, внимание Берлускони, известного любителя женщин, привлекли обнаженные натуры, многочисленные в творчестве Дейнеки. Наша обнаженная 36-го года вызвала неподдельный интерес, как сказали бы некоторые. Выставка в Риме продлится до 1 мая. Курские картины не сразу вернутся домой. Они продолжат путешествовать по Европе.